Всем еще раз добрый вечер. Очень приятно осознавать, что на финале такого крупного ежемесячного турнира присутствует украинец из команды Rockskiss. И он в полуфинальном матче уже выигрывает со счетом 1-0 последнего оставшегося корейца, Ревайвала, который выиграл в четвертьфинальном матче Вайлета, чемпиона Intel Extreme Masters, последнего в Сан-Паулу. Ну, противники серьезные, но с жесткими пушами он уже карает третий раз зерга. И, кстати, если выиграет Сиплова в втором полуфинале, учитывая как раз вот его мирор, психованный абсолютно мирор, через один гейт, отменю, газ или не отменю, построю, не построю, сделаю после гейта, один роботикс, выйду в нычку или не выйду. Ну, то есть, абсолютно такой, хочу сказать, неадекватный, но боюсь, уж слишком мудрёный билд. Фраер может и как бы затащить на турнире. Ой, беда, вылетел кто-то из Team Empire. Фраер желает удачи и повеселиться. Играют они на модернизированной версии Криваса с GSL. Не помню, как называется эта карта. Увы, в комментах напишите, пожалуйста, я тут же зачитаю и скажу, что... Да, именно так, постараюсь запомнить. Карта под макро. Учитывая карманный и полноценный экспант без всяческих камней, учитываем почти карманный экспэншн внизу под рампой. Ну, здесь шире проход, но тем не менее. Чаще всего играют здесь 15 или 17, зерги, естественно, в 15. А протасы... Ну, удобно здесь Nexu ставить. Потому что его сверху удобно защищать. То есть даже если человек там будет играть с... Там с восьмого пулы, не факт, что он успеет к вам добежать. Потому что на карте 4 респа бежать достаточно далеко, потому что... Ну, здесь криво все нужно. Бегать там туда-сюда, как на Кривасе, в общем. И время... То есть это очень рискованно играть аркадно в какой-то чиз. Потому что вы банально можете не успеть прибежать к человеку. А человеку для того, чтобы закрыться, нужно просто закрыть рампу. Ну, это халява. Три любых здания, ну, кроме пилонов. И все. Да, действительно, 15-я хата, а здесь не менее 15-й Nexus. Это здорово, что будет макро. Это здорово, что будет много-много юнитов, много-много армии. Но это не исключает возможности пуша со стороны фраера. Все эти матчи, которые мы с вами смотрели против Зерга, они... Чаще всего носили агрессивный характер. Пойду комменты гляну. Как раз на предмет карты. Карта, 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 карта. А, come before the storm. Это не модификация криваса. Я слышал, что это модификация криваса. Специально на GSL заменили кривас этой картой. Затишье перед бурей, если на русском языке. Оверлорд залетает, видит и Nexus, видит пилон. И, наверное, понимает, что можно сыграть, наверное, еще в одну хату. Будет хата. По ресурсам хватает на все. И Queen заказать. И... Две собачки. Тоже говорят нам о том, что будет массовая штамповка рабов. Да ему и не нужны в большом количестве собаки. Он все увидел, что хотел. Он увидел раннюю нычку. Он увидел застройку на рампе. Куда ему псы? Один пес гонятся за пробкой, второй пес контролирует зелнагу или контролирует выход с базы противника. Все. Остальное все в экономику. Все для фронта, все для победы. Хорошая экономика, залог здоровья Зерга. Главное не перестараться. Но тут уж должны помочь залеты оверлордами на мейн. Потому что именно на мейне будут строиться ключевые здания, как правило. Здесь много-много свободного места. Желательно залетать с разных сторон. На экспе слишком палевно что-либо строить, потому что здесь и рядом оверлорды часто висят. И там залетит сразу все увидит. Поэтому, скорее всего, все ключевые здания у фраера будут делаться именно на мейне. Так, пробка только что умерла и этот момент упустил. Квина убила. Пробка успела увидеть ничего. Увидеть строящуюся хату. Но, я надеюсь, фраер догадывается, что это далеко не первая хата, что противник халявит. Да, и он явно догадался, потому что идет в раннюю агрессию. Идет зелотом и сталкером. То есть понимает, что эта хата не вторая, а третья. Потому что если бы это была хата вторая, то, скорее всего, там было бы больше собак. И там точно бы делался мув. Ну, потому что хата такая поздняя. Что ему еще делать, кроме как газ там собирать с одной базы. Вот. Поэтому он хочет просто человека развести на подзаказ рабов. Выходит, убивает пса. И старгейт. Старгейт это что-то новенькое от фраера. Он разводит собак, заставляет вместо трех рабочих заказать шесть псов. Гоняет оверлордов. Просто наводит шорох на базе. По-другому не скажешь. Разменивает щиты на тела собак. Очень хорошо уже разменялся. Ну, правда, зелот сейчас сдохнет. Но... Размен хороший. 175 на 150 плюс потенциально недозаказанные рабочие. То есть, перезаказал явно, ревайвал собак. Вот эти вот восемь псов, это непостроенные дроны. Потому что он и так отбился вот этими собаками. Вот. Но он их от страху перестроил. И вот эти вот восемь собак, они ему, в принципе, никак не помогут. Потому что сентрики есть, собаки не пробегут. Ну, а толку? Два старгейта палятся оверлордом, о боже, я только... Ах... Я говорил о том, что здания на экспанде, они палятся легко овером. Что нужно строить на мэйне. И тут такая подстава. Оверлорд залетает и буквально все видит. Ну что, нужно отвечать эволюшинам и пушками-воздушками. Не все, конечно, потеряно, учитывая то, что... Фениксы, как правило, все равно являются плюсовым юнитом. Учитывая заказанных рабочих, заказанных плеток, учитывая потенциально убитых рабочих, оверлордов, постоянную разведку... Можно зафиксировать количество потерь. 300 на 150, условно говоря. Плюс можем взять вложение в пушек, по 2 пушки на каждой нычке. То есть 6 пушек, минус 6 рабов и сколько они еще? По полтосику? По 75. Жирненько, 600 минералов ушло. Просто так хоп и ушло. Уже считается 4 феникса. И начинается харас. Подрезается оверлорд. 400-500. А, плюс 6 рабов можно еще... Короче, уже 1к зерк потратил только вот к данному моменту. Протас при этом получает разведку. Получает уникальную возможность заказать третью базу. И заказывает относительно спокойно рабочих. Добавляет робу. Видимо, собирается выходить в колоссов. И добавляет гейтов. Все верно, чтобы не затерпеть от мяса. Там может быть под заказ гидры, например. И пуш с этой самой гидрой. От которого очень легко отбиться, если вы не будете халявить. И будете, по крайней мере, какое-то мясо по земле делать. То есть фениксы и так-то с гидрой, ну, не то чтобы на равных сражаются. Но они могут помочь. Потому что гидры легкий тип брони. Если есть гуаданщилд и кто-то танкует по земле, фениксы свое дело выполняют. Они поднимают гидру и очень быстро ее убивают. Главное не подставлять самих фениксов, а подставлять тех же самых зелков. Главное, чтобы действовал гуаданщилд. Потому что он неплохо блочит дэмэдж. А фраер вообще все по красоте делает. Мало того, что он харасит, он еще выходит резко в колоссов. Он делает с приоритетом грейд в форже на атаку, но при этом добавляет еще вторую форжу. То есть он вообще ни в чем себе не отказывает. Зерк, конечно, тоже с трех нычек строит по полной программе. Но его чистая гидра даже со вторым грейдом на атаку, она несопоставима с двумя роботиксом и колоссом, который сейчас уже будет делаться у фраера. То есть зерк уже с трех нычек никак не сыграет нормально. Уже протас плюсил. И у зерка складывается неприятная ситуация. С одной стороны, у него есть минералы и экономика для того, чтобы выйти на четвертую базу. С другой стороны, чтобы выйти на четвертую, ему нужно сбривать камни. Нужно выходить гидрой. Тяжело, тяжело. Вот, кстати, фраер грамотно чекает зелками те базы халявные, где зерк мог, не пробивая камни, поставить нычку. Это классная вещь. Но зерк, к сожалению, такими темами грамотными... Нет, ладно, не будем так говорить. Такими прям хитрыми темами не страдает. То есть он просто развивает. Сейчас пойдет, скорее всего, камни убивать и четвертую базу освобождать. А, нет, он собирается делать дроп. Можно ему, конечно, пожелать удачи, но не все так прям хорошо для фраера, потому что у него еще... Во-первых, он этот дроп не спалил для начала. Сейчас вот только видит, что... А, нет, спалил, все. Давай колосса в буст, фотоночка-фотоночка, перехватывай часть оверлордов и пусть он там дропается. Давай. То есть смысл в том, что у зерга сейчас 200 лимита мяса. Это раз. Но у фраера уже 4 колосса. 4 колосса. При том, что если он будет просто обороняться, противник-то не сразу сможет дропнуться. То есть идеально колоссами поймать... Подойти к тому моменту, в то место, где зерк будет дропаться. Вот это идеальный момент. Там как раз и сплэш хороший будет. И не все будут атаковать. Ну, посмотрим. 150 лимита. Опасный. Вот сейчас если отобьется, то все. То там же 4 базы нет. Да, и зерк подходит. Колоссов рассредотачивает фраер. Главное, чтобы у него все в хорошем бинде было. 18 юнитов. Так, идет атака в лоб. Варрен щилд. Фениксы накидываются. Форсфилды. Отличный дроп сверху. И как раз дроп под колоссов. Вообще замечательно для фраера. Правда, он минус теряет одного колосса. Второго сейчас может не спасти. Но кучность там, конечно, великолепная. У зерга сплэш входит. Отличный. Просто отличный. Но фраер разменивается в минус. Он сливает рабов. Колоссы жгут. Фениксы ничего не делают. Давай, давай, не отпускай его, не отпускай. Убивай. Где фениксы? Фениксы, давай. Колоссов в разные стороны. Ну, 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 не отдавай так, их не отдавай. Колоссов не хочется намясенно вот этому вот сливать. Фраер вроде неплохо колоссов расконтролил. У него три красные, но живые. Вот, и при этом минус еще оверлорды будут. Отрицательный лимит у зерга. У него сейчас вариант дропнуться на вот эту вот базу. Но здесь есть фотонки. А фраеру нужно переводить часть рабов с мейна, достраивать срочно рабочих. Вот он как раз и делает на экспант, потому что он реально очень много рабочих слил вот именно здесь. Дроп на третью базу. Фотонки выиграют некоторое время. Но самое главное не тратить здесь рабочих, быстро увести. И отбиться. Рабочих увести! Увести рабочих! Блин, вот это так жалко, если он сейчас двух... А, ну, роучи закапываются. А пса нет! Ой, сейчас можно... Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это развод! Здесь, правда, еще одна атака. Форсвилды хорошие, роучи горят. Но эта-то бригада пришла на мейн. Нужно срочно, срочно делать апса в одном из роботиксов. Теряет огромное количество дронов. Уже 52 рабочих подбрил. Не отдавать колоссов. Самое главное не отдавать колоссов. Здесь стеночку сделай. Да, все верно. Ну, это сложно. И здесь пилоны восстанавливаются. Два пса делаются, роботиксы отключены. Ой-ой-ой-ой! Держись! Держись! Ты видишь, контролишь, четвертой нычки нет. Все, отбиваешься, все хорошо. Даже твои несобранные ресурсы, вот эти... Это плюс потом, потому что зерк-то доит и мейн, и экспэншн. У него скоро минеральные поля закончатся. Он тебе хоть рабочих поубивал, но это минералы-то у тебя остались. Дропчик, дропчик. Сейчас фениксы могут сбрить! Двух оверлордов по красоте, нормально! И убивают. Отлично, без контроля вообще. Минус один оверлорд. Минус 10 лимита только что. А тут контроль в другом месте. Отбивается от роучей. Здесь отошел за сейвил фениксов. Без особых проблем. Но все-таки проблема есть. Проблема это... 37 рабов на 73. Реальная проблема. Ой-ой-ой-ой. Но если зерк будет продолжать ломиться, не будет строить хаты на имеющиеся минералы, он может и затерпеть. Еще разок он так вот лимит отдаст. И все. А он может лимит отдать. Что у нас тут? 4 кол... 5 колоссов. 5! Понимаете? Вот этих вот роучей надо бы снять. Опасно. Да, затейник, конечно, зерк затейник. Фениксы не дают делать дроп на третью. Мейн не добывается. Кривая точка сбора у фраера. Гейты отключены. Ну, да бог с ним на самом деле. Пусть хотя бы две добывает. Подстраивать хотя бы на них можно. И пошел дроп, пошел дроп. Здесь стеночка. Фениксы видят дроп. Нужно срочно перегруппироваться. Гуананщилд, форсфилды заранее перегруппироваться, отступать, отступать этой армии, чтобы не дропнули на голову. Прямо на сентреи дропают. Прямо на колоссов пытаются. Минус один колосс. Под фотонками хорошая позиция. Ой, минус второй колосс. Это плохо. И снова отдает рабочих. 170 лимита на 100 у фраера. Контроль, контроль лучше. Не отдавай этих пацанов. Ну, вроде разбирается. И здесь стеночка отлично сыграла. Дропа на третью не было. Можно не дать вообще этим улететь. Шесть фениксов. Зачем? Да, 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 да. Загоняем в отрицательный лимит. Заказываем рабов. Отбиваем. И минус еще шесть оверлордов. По красоте все. Все, зерг понял, что делать ему кроме четвертой базы он ничего не может. Давить дальше без перспективняк. А сидеть три в три, учитывая то, что мейн у него закончился, а у протаса все еще жив. Благодаря, в кавычках, харасу зерга. Так, теперь нам нужно что? По возможности поубивать еще оверлордов, чтобы он не сделал под заказ. Можно к вину подбрить. Да, 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 да. Нормально. К вину подбрили, оверлордов подрезали. 96 лимита на 150. Ой, подлечил. Пушка воздушков перекапывается. Еще один трансфьюжн. И фраер улетает. Ладно. Вот эти вот роучи меня пугают. Здесь рабочих мало. 44 на 72. Ну, и здесь еще таракан жив. Эти ребята могут наделать шуму. Но он их как раз специально здесь не палит. Ждет, когда фраер будет делать выход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут были минус 3 зелка. А здесь камни все еще на 4 не убиты. То есть фраер, сделав такую разведку... Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас столько минус рабов будет. Они закапываются. В просветке, к сожалению, тосов нет. Заказывает 8 карапторов. Сложно, конечно, в такой ситуации все равно выигрывать. Но можно. 3 базы у тебя есть. Газ не добывает. Фраер здесь. На третьей нычке опять же засадный полк роучи. Но здесь фатунка, она не даст ему так просто нахалявить. Но вот эти вот два паразита меня больше напрягают. 5 киллсов у одного и 5 киллсов у второго. Надо было патрулировать фениксами здесь. Ловить рабочих. Рано или поздно. Они же все равно выкапываются, правильно? Ой-ой-ой. 170 лимита на 140. Жесткая, конечно, игра. Когда 200 лимита дропа мяса. На голову колоссам. Там форсфилды, не форсфилды. Очень сложно в разных местах это все контролить. Потому что колоссы наряду с хорошим дэмэджем. Создание весьма хилое. И если вовремя не отвезти. Там даже 4-5 роучи могут. Очень быстро, буквально в 4-5 залпов, опять же, получается. Убить колосса. Так, тут у нас был роуч. Его убили. Здесь дроп. Ой-ой-ой. Здесь дроп архонов. Странно. Так, караптеров. Очень много караптеров. Феникс это видит. Феникс отдаются. Минус 1. Остальные успели улететь. Да. И куда сейчас выходить? Я не понимаю. Вообще же... Тяжело. Ну, с одной стороны, вроде как правильно выходить. У человека только нычка поставилась. Ты можешь давить. Но, с другой стороны, у него 200 лимита. У тебя 160. Ну, да. Там роучи. Там мясной лимит. Но... Тут ведь миллион караптеров. Сэндрики есть? От форсфилдов очень много будет зависеть. Ну, как и всегда. Успеет пробежать? Не успеет. Быстрее, быстрее, быстрее. Форсфилды хорошие. Уже форсфилды нормально. Блинк. Сталкеры под караптеров. Колоссы хорошо жарят. Архоны хорошо тоже жарят. Ой. Да тут разваливается зерк, друзья. Просто он разваливается тупо по земле. Как это обычно бывает при, там, перемасе караптеров. Минус вся земля. Да ладно. Фраер 2-0. 2-0. Корейцев не осталось. Еще бы, если подвар вовремя взял. Ну, сейчас идет по таймингу. Карает просто нычку. Пытается ревайвл отстроить. Лимит, там, по 20 роучей в заказе. Но... Просто полномерно убивается экспант. Один. Рабочий. Два пса висит. Минус огромное количество дронов. Какая игра. Я уже думал, что... А Фраер молодец. Перетерпел, что называется. Перетерпел просто. Увидел фениксами дроп. И всю свою стратегию построил на отбивании эффективно в этом дропе. Дропа... Ой-ой-ой-ой. Сейчас блинк был минус сталкер. Форсфилды кривые. Ну, сейчас хороший блинк. ГГ. 2-0. Да есть же. Фраер выходит в финал. Он становится обладателем как минимум 200 евро. А сейчас будет сражаться в финале за главный приз 500 евро. Да ладно. Так вот просто. Ну, не просто, конечно, но 2-0. 2-0! Я в чат зайду. Здорово же сыграл, да? Очень четко. Особенно, когда вот это вот самый опасный момент. Ну, вы ее видели, да? Там где-то 15 оверлордов. В каждом из них есть роучи. Что-то идет, дропается, уходит сразу к рабам. Что-то дропается на сантреи. Что-то летит на колоссов. И вот в этом общем хаосе, когда протосы, ну, а мы как бы очень любим всеми держаться вместе. Там как раз наоборот. Надо стараться разделить это все вот на несколько фронтов. Отвести там, постоянно контролить колоссы отводить. Там под фотонку, если где-то есть. Там что-то где-то кинуть в филды. Короче, ситуативно. Не просто куча на кучу. И там сделал стенку форсфилдов. Нажал гуаданщилд. А в пол, что называется. И все. А там как раз пришлось попотеть, потерпеть и поконтролить. Хорошо комментишь, Сливка, говорит Найти. Я стараюсь. Так, нужно посмотреть, что за следующая игра будет. Так, я... Другая игра будет на европейском сервере. Поэтому... В общем, выходим из игры. Следующий матч будет проходить на европейском сервере. Все матчи до этого из-за того, что участвовали, видимо, корейцы, и для того, чтобы и у них, и у нас был более-менее равный пинг, проводились на американском сервере, который территориально, получается, там, по пингу, он как раз самый нейтральный. А учитывая то, что в финале будет играть, ну, будут играть два европейских игрока, я правда не знаю, кто выиграл, там, Сейпло или Форсен. Я догадываюсь, что Сейпло, конечно, но... Пока результата не вижу. Им, конечно же, для лучшего пинга комфортнее играть на Европе. Естественно. Сейчас посмотрим, финал или все-таки есть еще семи-файнал у нас. Миш Плееровнин на канале Бородка находится, убери его. Такое бывает. Сейчас посмотрим. Угу, вижу. Убрал. Как дела с новым сайтом? Вроде хорошо, все по плану. Плановая трансляция пройдет в понедельник, но, скорее всего, мы в... Либо завтра, либо в выходные проведем внеплановую трансляцию для обсуждения актуальных вопросов. Я тут все повыписывал в... В блокнотик. Есть, что обсудить с тестерами. Фрайер хорош, по красоте Корею домой отправил. С таким пингом, мацким, так играть четко. У них одинаковый приблизительно пинг, где-то от 120 до 150, как показывает практика. Так, ну, вроде мы на канале, все хорошо. И фрайер должен по друзьям быть добавлен, так что матч мы в любом случае не пропустим. Всем еще раз добрый вечер. У нас хороший турнир, финал ежемесячного зотока с повышенным призовым фондом в 800 евро вместо 200 евро. И что особенно отрадно, из двух СНГшных игроков, из двух украинцев, Фрайер и Блай, все-таки один дошел до финала. Несмотря на обилие корейцев, несмотря на обилие тех же самых чемпионов и Ема, не будем, как говорится, показывать пальцем. То есть состав-то хороший, не топовый состав, но... То есть, ну, тут хэппи нет, касса нет, тут нет вайтрейди, маги, темный экран на стриме, окей, это не страшно. Сейчас будет нормальный экран, спасибо, что надо перезапускать из-за... Вот, состав все равно хороший по игрокам. Есть и сильные европейские, есть и не топовые, но корейские. Да, да. Двух корейчиков он, конечно, хорошо прокатил. Вообще, я уже говорил, еще раз повторюсь, Фрайер, судя по всему, за последние месяцы спрогрессировал, как никто из СНГшных игроков. Он начал интенсивно тренироваться, и будучи изначально таким талантливым игроком, с опытом по первому старкафту, он прям благодаря усиленным тренировкам не просто вышел в топ Европы, он еще начал регулярно одерживать победы в онлайновых турнирах. У него уже 4 победы за последние, там, 2,5-3 недели, и сейчас он вышел в финал пятого турнира. Короче, уже стабильность пошла. Пошла стабильность, это хорошо. Спрашиваем там, кто будет играть в следующем, полуфинал или финал. Он великолепный колоссов, конечно, отконтролил. Там все, в общем-то, держится на крит-массе колоссов, потому что, ну, это, по сути, его главная ударная сила против такого мяса по земле. А для колоссов, в общем-то, пофиг, что у него 1 хит, что у него 200 хитов, ну, если в массе имеется в виду. То есть он как жжет с 2-мя или с 3-мя грейдами на атаку, так и жжет. А если к нему прорываются роучи по земле, то он умирает. И так с одного залпа, и так с одного залпа. Учитывая то, что там караптеров не было, там неважно было, действительно, какое количество хп у колоссов. Главное, чтобы они были живы. Это ключевой момент. Да, тоже испытываю удовольствие от просмотра. Там написали, приятно смотреть. Черный экран. Майкера будет в ближайшее время бобрение. Бобрение. Учитывая то, что движутся к нам выходные, а после этого на следующей неделе у нас будет 2 синхронных турнира. Первая ассембли, с которого мы точно будем делать стрим ингейм, что называется. Параллельно с этим будет стрим с Насла. А, с Эйпло Фрозен. Полуфинал еще будет. Отлично. А, Форсон. Фрозен. Белорусский варкрафтер. Я думаю, что на этих уходных точно не получится никакого бобрения, потому что очень много онлайновых турниров. Миш, кому о багах писать? Пример бага – это сообщение. Странно. О багах старого сайта лучше никому вообще не писать, потому что никто их править не будет. Если говорить о бете, то beta.goodgame.ru и справа на всех страницах сайта есть «Сообщить о баге». Туда же можно идеи, предложения и так далее через систему реформал. Я ее, наверное, ну, как минимум раз в день пересматриваю и генерю из пожеланий задачи. Что-то откладывается, безусловно. Что такое бобры и бобрения? Это мем уже киберспортивный, наверное. Это так называется серия трансляций от первого лица. Начали мы ее достаточно давно. Называлась она «Эволюция бобра». Уже достаточно давно ее, опять же, и завершили. Но периодически возвращаемся. Бобр – это ваш покорный слуга. Эволюция – это тот процесс, который мы хотели показать на стриме. То есть прогресс. Прогресс был. Были там четко топ-1 в мастер-лиге. Сражались. Вот. А бобрение – это процесс, собственно, тренировки бобра. Фраер в финале. Он всех забрел 2-0. Посмотри. Ну, у него тех вин во втором туре. Но он двух корейцев штампанул 2-0. Это круто. Причем там не халява была. Сейчас черкают карты Форсен и Сейпло. Это будет ПВЗ. Очень любопытно посмотреть на него по двум простым причинам. Во-первых, конечно, хотелось бы, чтобы был Форсен. Чтобы он выиграл. И тогда с плюс-моралью Фраер просто его должен вообще не заметить. После двух таких агрессивных корейцев катнуть среднего шведа... Ну, это вроде несложно. Но, скорее всего, конечно, выиграет Сейпло. Хотя, опять же, я не знаю, насколько он активен. Ну, по крайней мере, в этом сезоне наиграл не 3 игры, а 23. Уже плюс. Просим пригласить в игру. Ну что ж, всем еще раз добрый вечер. Уже, наверное, доброй ночи кому-то. Самое интересное у нас осталось. Полуфинал мы сейчас переживем. До двух побед. А потом финал. И, возможно, матч за третье место. Но я не уверен, что мы будем смотреть матч за третью, учитывая то, что там никого из наших нет. Самое главное, конечно, это финал. На дейбрейке первая игра будет разворачиваться. Форсен и Сейпло. Форсен же зерк. Видимо, раз он не сменил еще. Да, бо 3 в полуфинале. Не задумывался провести стрим с турнира, на котором ты участвовал? Да нет, я, скорее всего, слился бы в одном из первых турах и все. На турнирах нужна концентрация, на турнирах нужен опыт. На турнирах нужно стабильно играть. У меня игры весьма и весьма рандомные. Конечно, я все комментирую. Комментирую полуфинал. Отлично. Мы поехали. А Форсен зерк. Только сейчас увидел, что они соклановцы. Я не мог этого помнить, потому что плохо знаю их обоих. Их были личные встречи. Одна из ближайших. На Икселленс Таркав 2 номер 32. Там капи. И там Форсен выиграл со счетом 1-0. Вообще, учитывая то, что они соклановцы, тут вероятность победы в сухую очень сильно уменьшается. Даже если, ну это по практике можно сказать, что если есть, например, условно говоря, там в одной команде играет человек, который больше выигрывает, чем другой, но они при этом играют кастомы, то этого товарища, который вроде как титулований, вроде как чаще побеждает на онлайновых турнирах, его соклановец может забрить. Просто потому что хорошо знает, и там ближе уже вероятность в матче к 50 на 50. Нет эффекта прям такой неожиданности, нет такие стандартные мувы развода не работают. То есть подстройка под стиль есть. Если, конечно, они играют кастом. Такое главное условие. Посмотрим, посмотрим. Дуэльная карта Daybreak не выводит почему-то сейчас Тос пробку вниз. Видимо, не собирается ставить нычку через пилон. Нет, он собирается играть стандартно через гейт кибернетку. По крайней мере, пилон об этом говорит. Эверлорду ничего не остается, он летит себе и летит. Три гейт экспанты на старгейтинг. Я... Вот то, о чем как раз я и говорил. Один товарищ... Кому... Кому сьепре. Кто переведет, ребята? Кому сьепре. То есть один говорит второму, как он будет играть. Ну, то есть ты сейчас же будешь с трех гейтов выходить в нычку, а потом старгейт, верно? Он говорит, да. Об этом и речь. Так что тут, может быть, и... Другой исход, в общем. Пробочка на разведке. Идет, ползет, все нормально у нее. Тут никакой быстрой хаты. Ставится 14-й пул. Без газа. Очевидно, этот пул проходной. Для того, чтобы поставить нычку, а то и две. Потому что на маленьких картах особенно актуальна ранняя разведка Тоса. И чаще всего... То есть если говорить, например, о Талдариме каком-нибудь, или о Терминусе, то там чаще, конечно, ставится нычка без пола. Учитывая то, что не всегда разведка просто успевает перейти к тому моменту, когда... Ну, ставится хата у зерка. Вот. А на дуальных картах ленивый не придет. Даже если ты приходишь после гейта, то ты все равно успеваешь сделать свое черное дело. Второй газ тоже свидетельствует о том, что это не агрессия с четырех гейтов, скорее всего. Вряд ли это фейк, учитывая залет оверлорда на экспант. И, скорее всего, как раз из-за застройки это выход с одного или с трех гейтов через сентрея в экспант. То есть это самый, что ни на есть стандартный билд. Зерк чекает пилоны за нычкой. За своей... Ну, в третью хату, очевидно, игра. А, нет, газик поставил. Не факт, что хата будет. Посмотрим. Какая минута газ? Четвертая минута газ, да? То есть до шестой минуты у него нет мула. По дефолту. Это я так знаю, что фраер эту игру... Вообще хорошо было бы с ним пока. Он прямо ее смотрит или как? А, он смотрит стрим. Тогда я просто акценты буду интересные расставлять. То есть по дефолту, если ты пилон ему не завариваешь, получается, что он ставит газ практически без разведки на четвертой минуте. То есть муф у него к шести... Получается ровно. Ну, посмотрим как раз. Не, больше даже. Там две с половиной он строится. Сейчас посмотрим, когда он успеет. То есть его до этого времени можно легко развлекать вот сталкером зилотым и отступить как раз в тот момент, когда... Скорость будет доделываться. Там сумречные советы. Это, очевидно, не старгейт. Это какие-то фаздарки, судя по газу. Понятно. Ну, это подстройка под человека. То есть это фейк-выход в инычку. А на самом деле у него там нет центрей, только сталкер с зилками и агрессия. Так, муф только пошел. Ничего себе. То есть у него муф будет на 7.50. 7.50 муф сделается стандартный. И вот это поразвлекать можно. Но он плетку делает. Добавляет вторую. Ой-ой-ой. Как бы он сейчас не увлекся отбиванием от дарков. Просто не умер. Ну, потому что у него... Ой, не контролит. Ой, сталкеры подъели. Ой, еще подъедят. Ой-ой-ой, собак много. Мува, конечно, нет, но это неприятный момент. Зилы-то окружили. Сталкеры отступают. Шаг-выстрел, шаг-выстрел. Но... Ой-ой-ой, окружили, как нелепо. У камней сталкера поджали, пацана. Но это все чушь. Потому что сейчас вопрос к зергу. Эволюшн пошел. На эволюшн 30 секунд. А здесь зилки. Какие зилки? Зачем ты делаешь варп, если у тебя через 3 секунды... Это фейл. То есть у него сейчас могли варпаться дарки. Вместо этих 4 зилков. Как все криво, а? Первый дарк. Ну, бусты, наверное, там накидал. Да? Нет. Два дарка. Они могли уже резать рабов. Зерг здесь вообще никак не отбивался. Вообще никак не отбивался. Ну, потому что лейра у него нет. Пушки-воздушки все вот здесь вот. На мейн проходят дарки. Ну, это 1-0. Даже если он здесь отковыряется, он здесь отковыряется. Топ. Он слишком много теряет. 3 дарка на мейне. Здравствуйте. Лейра нет. Просто минус мейн нужно делать. Главное, пушкам не дать построиться. Перекапывается, перекапывается. Вот этот момент поймать. Куда ты? Он не на ту пушку воздушку тыкнул. Он выбрал строящуюся. Ступай, давай, разводи. 8 киллсов у дарков. Ну, смотрим на потери. Не так наглядно. Смотрим на потери рабов. 12. Как там по рабам у зерга? 17 рабочих на 2 базы. Ё-моё, удачи ему. Протус, конечно, тоже в нычку поздно выходит, но... У него, по крайней мере, технологии есть сейчас. Архончика завернуть может. Хотя вряд ли он будет это делать. Скорее там форжа, там какой-нибудь блинг. И выходить уже в месяц. Дарк продолжает нарезать. 13 киллсов. Судя по трупу, тут кого-то уже успел убить. Ползучий споровик есть, но квины вроде как прикрывают. Но можно, по крайней мере, разменивать щиты. То есть, пока человек не сделал плетку, ты можешь его... Ой, плетка перекапывается. Хороший момент, чтобы обойти и подрезать еще парочку рабов справа. А, очень хороший момент. Ну, а чего, тыкнул. Уже плюс. Раз тыкнул, отошел. Раз тыкнул, отошел. Тыкнул, отошел. Все, тыкнул, вырегенишь поля. Доволен? Доволен. Лейра нет? Нет. Ничего не сделать. Все. Сам заказываешь рабов. Все ровненько. Причем он заранее, кажется, настроил рабов. 8 штук у него было заранее. Будет ли он использовать Сумречный Совет? Скорее всего, да, учитывая количество гейтов. Но почему-то он делает сентрей, а не блинк или там форжу с грейдом плюс один. То есть, непонятно, чего он боится. Просто каким макаром зерк сейчас что-то может сделать? Или он не боится, или он просто собирается пушить. Но он же знает, что там миллион санок, а у тебя нычка не раскачана. То есть, лучший вариант это как раз, ну, который вот под какой-нибудь тайминг сделать, как вот фраер, да? Форжа, грейд один или грейд второй, там, по ситуации. Блинк и с чем-то. А то он сейчас идет, просто масса сентрей, 4-5 зелков и, ну, хотя под варп сталкеров. Да может пропушить, конечно, может. Может получится. Тем более, дарк у него еще есть на мэне. Он может просто-напросто привлечь к себе внимание. И, учитывая то, что здесь плетки нет, зайти еще поубивать рабов. Так, тут собаки в очень небольшом количестве. Зерк подзаказывает роучень. Ой-ой-ой, дарка зря отдал. Хороший форсфилд, и это, скорее всего, ГГ. Потому что сейчас будут форсфилды обновляться. Санки не выстоят. Странно, правда, что он подварпливает зелота в такой ситуации. Хотя, самое главное, это вроде как сталкеры. Но, так или иначе, учитывая такое количество сентрей, зерк просто не выйдет с мэйна. А мы... Ой-ой, протискивается! Форсфилд, да, обновить нужно форсфилд. Да, зелки, наверное, это самый большой такой недостаток. Просто лейер через атаку убить. И спокойно свалить. Там потом подварп. Можно спокойно уходить. Да, да, да. Еще один форсфилд, и разбираешься с тем, что здесь уходит. Вообще четко все делает. Сейпло. У него больше лимита, у него работает ничка. У противника нички нет. Самые высокие технологии у него это ручи с недоделанным грейдом плюс один. Терпит few seconds late with Spores. Ха, few seconds late. Ты бы знал, что он там с гейтами завтыкал. Они прибежали к тебе на 15 секунд раньше, друг. Эх. Очень часто даже опытные игроки пытаются найти в игре одну какую-то единственную причину поражения. Не смотря реплеи, не зная, что там происходит. То есть, по факту, его могли сейчас убить еще раньше. Ну, просто еще раньше его могли убить. Если бы Сейпло не сделал за 4 секунды до того, как у него готов Darkshine, он делает подварп 4 зилков. Зилты... Там какой кулдаун? Ой, я боюсь соврать. Но, кажется, то ли 28, то ли 35 секунд кулдаун в гейтах. То есть, вот это вот время, вот это время могли вместо зилков делаться дарки. А он говорит в конце, черт, я немножко не успел со спорками. К нему могли прийти тогда, когда у него эволюшн еще не доделался. Тогда бы он написал GG и вышел. То есть, к чему это все? Не стоит в конце игры искать одну единственную причину поражения. Как правило, причин несколько, причин много. И несмотря на реплей, очень сложно сказать. Так проще, на самом деле. Вот просто вот сказать, да тут я просто завтыкал из-за одной маленькой темы, так бы я выиграл. Чаще всего бывает по-другому. Чаще всего в игре есть несколько моментов, которые можно улучшить, на которые нужно обратить внимание, а не один. Но все этим грешат, конечно. Я только этим и занимаюсь, в общем-то. Советы, блин, даю. Ну что ж, у нас вторая игра. Сейпло пока ведет. Пойду почитаю комменты. Оставляйте комментарии внутри новости. Чат не читаем, там много флуда. Последний комментарий был 590. Форсон не из АИ. Как всегда с испанского говорят. Вот так вот. После игр фраера, тос из золотой лиги выглядит. Владыки не детекторы? Нет, владыки не детекторы. Они в первом строках были детекторами, а тут они, к сожалению, ничего не видят. Тософидить, будь лояльнее, снесть. Ну, видимо... Ой-ёй-ёй. Мы вылетели из игры, или все вылетели из игры, не знаю. Сейчас посмотрим. Вроде все вылетели из игры. Видимо, речь о том, что я много внимания ТОСам уделяю. Сейчас я Абвер напишу. Ну, изначально я сегодняшний стрим планировал делать с Абвером, но сегодня сначала одно на IPL матч, потом на Насли, кажется, они все еще играют. Абвер сказал, что как освободиться придет. Я переспрашиваю его сейчас. Как отбиваться грамотно зергу, когда тебе ТОС с рампой застраивает тремя пилонами? Выводить рабочего сразу после первого пилона, либо сразу после разведки, которая тебе показывает, что у него фаржа, или нет гейта. То есть к тебе приходит пробочка. Главное не пожалеть сразу просто дрона отправить на эту пробку. Потому что все равно эта пробка, она не добывает ресурсов. То есть она минусовая. А если вы просто одного дрона тыкните на вражескую пробку, вы очень, во-первых, избежите какой-нибудь нежданчика из темноты. Ой, оказывается, там она успела построить пилон. Или, ой, я не успел вывезти раба, меня застроили. Вы ее постоянно прессовать будете. То есть человеку придется контролить. Он должен держаться рядышком и пробку уводить, углы там сглаживать, чтобы лишнего не наполучать по щам, по щитам. Ну и как только увидели первый пилон, сразу желательно второго дрона вывезти и поставить его на холду под рампой. Все, чтобы он стоял и ни на что не отвлекался. Просто смотрел по сторонам и... мешал пробке построить пилон. Талдорим алтарь у нас вторая карта. Респы право и лево, все сверху. Протос не угадывает с разведкой. И он, кстати, играет, опять же, начинает с гита со своего мейна. Не играет ни в фастнексус, не играет ни в застройку. Очевидно, это либо его уникальный стиль, либо это подстройка именно под этого конкретного зерга. Хотя, что под этого зерга подстраивается, если он все равно делает 14-й пул? Ну, то есть вы без особых проблем можете ставить 17-й нексус и защищаться как угодно. Практически в любом порядке. Даже если он сразу после пула закажет собак, у вас успеет либо полная стенка сделаться, даже из трех строений и пилона справа. Или если вы после форжи сразу закажете фотонку, фотонку успеет достроить. В общем, делать можно все, что угодно. Есть, короче говоря, гораздо более экономичный билд против такого 14-го пула, особенно на больших картах. Но, каждая дает предпочтение, ну, своим стратам. Может быть, он рассчитывает, например, сделать сейчас по-быстрому первого зелка, да. Может быть, он думает, что у противника 15-я хата. Вот он сейчас явно играет, ну, из серии, как вот Титан, с ранней агрессией, рассчитывая на как раз 15-ю хэтчери. А тут пул уже готов. То есть, получается, по билду зерк в плюсе. Потому что у него есть, во-первых, информация о том, что бежит Зилот. У него есть возможность заказать столько собак, сколько ему нужно. Главное тут оценить, сколько тебе нужно собак. И все. И спокойно отбиться. Возможно, даже, чтобы не тратиться на газ, вывезти заранее рабочего и поставить плетку сразу после хата. Ну, чтобы тебя не разводили там Сталкеры, Зилот и всякие. Я думаю, он так и сделает. Да, он так и сделает как раз. То есть, если у тебя газа нет, то протас тебя может разводить на заказ лишних собак, пока у тебя нет мува. За счет щитов, за счет мобильности, там, Зилот, Сталкер. Вот, поэтому, если ты экономишь в плане газа, не ставишь газилку и экономишь раба, ну, раннюю имеется в виду, сейчас-то понятно, он поставил ее, то надо раскошелиться, по крайней мере, на плетку. И такой под заказ рабов всем штук. Ба-ба. Тут два Зилка Сталкер. Кстати, они могут неплохо сыграть, учитывая то, что Санка-то может и не достроиться. Да, не достроится. Уже достроится. Если бы он не ждал, если бы он пришел одним Зилотом, одним Сталкером, а потом второй Сталкер добежал, или там двумя Зилотами просто, он бы хорошо пришел до Санкина. А так, он пришел как раз под Санкен, и Сталкер очень жестко наполучил. Хотя начинается контроль. Зилоты, учитывая то, что Санка бьет без бонуса по Зилку, умирает. Размен уже почти получился для протаса плюс. Ну, учитывая то, что Санка-150, было 4 собачки. Это еще соточка. Зря дал Сталкера. Очень зря. Но опять же, если у Зерга работает база, и если у него инкам выше, а у него инкам выше, по крайней мере, минеральный, то даже невыгодные с точки зрения экономики размена, они ему выгодны. Вопрос, какое соотношение добываемых ресурсов. Это обычное дело. То есть, если у вас больше рабочих, если вы защищаете базу, и знаете, что у противника одна база, лучше перестраховаться, им можно потерпеть, отдать больше юнитов, но отбиться. То есть, все равно, размен по ресурсам минусовой в общей игровой ситуации будет вам, безусловно, в плюс. За счет того, что вы больше добываете ресурсов. Сложно, конечно, это оценивать. Но сейчас у зерга все хорошо. Вот что можно сказать. И по лимиту, и по рабам. Нычку протас, конечно, достраивает, но у зерга уже, она раскачана практически без штрафа, по минералам полностью. То есть, 17 рабочих на минеральных полях, это очень-очень хорошо. Зерга достраивает сразу 3 газа синхронно, что дает нам основания предположить, что он собирается играть в муту. Особенно учитываем собак, отсутствие раучварны и плетку. Конечно, плетка, это, возможно, пережитки прошлого. Но это вторая плетка уже. То есть, он, может, заказал ее от страха. Хотя, вряд ли. Ну, то есть, он ее действительно от страха испугал, ну, построил. Но он боится, потому что в муту играет. То есть, у него раучварны не будет, ему нечем отбиваться, кроме собак и плеток. Мысли, конечно, у меня сегодня что-то путаются. Хотя, вроде, комментирую недолго. Гидралис Дэн. Ядрен батон. Что-то Нидус, что ли? Халявщик. Ну, что можно сказать. Это отбивается стандартной разведкой и нормальным протасом. Не мной. То есть, по идее, здесь есть изумительное место. Вот эта вот точка у Тоса, которая не палится. Хотя он построил грамотный пилон, который будет палить эту точку. Все. А любой Нидус с двух бас, гидры чистой отбивается, ну, хотя бы с пяти гейтов Тоса. То есть, не нужно, там, делать восемь, чтобы прям, ух. Учитывая то, что Зерк появляется, как и из дропов, там, постепенно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас момент, конечно, опасный. Во-первых, Тос давит. Еще. Получается, и у одного, и у второго агрессия. Такая опасная. Зерк, конечно, должен поставить Нидус, для того, чтобы для начала оттянуть Тоса. Это раз. Ну, Нидус, скорее всего, будет сделаться здесь. Не, лучше здесь. Лучше здесь, здесь он не палится, насколько я понимаю. Да, здесь есть точка хорошая. Вот, а Зерку, ой, а Протасу надо заметить Нидус, но она не заметит. Уже Mission Failed. А после того, как Нидус пройдет, у Тоса начнется паника, в результате которой он должен сделать два, ну, у него будет выбор из двух вещей. А, продавить Зерка, забить просто, идти в размен, и Б, попытаться вернуться. Вернуться не... Ой, как он, рабочих, огораживает. Да, Протас пойдет в Элиминейт просто. Главное сейчас рабочих отсюда засейвить, вот всех взять просто отсюда рабов, и свалить к чертям. А после этого убить Хату, зайти сюда, убить Нидус, вот это самое главное, не нужна тебе Хата. Главное Нидус вот это вот убить. И все, тогда Зерк... Хотя у Зерка тоже будут ресурсы на Хэтчери. Все, убивает Нидус. Вот Нидус, самое главное, чтобы рабочие не ушли, и рабочие уходят. Надо было форсфилды кинуть пораньше, да, чтобы рабочие не ушли. Но часть рабов не уходит. Протасу нужно валить вот отсюда, вот спасать этих рабов. А, он наглухо застроен, лол! А у тебя есть пробочка? Пробочка. Пробочка есть, одна. Ой, береги ее, береги как никогда. И не бери ее с собой, сейчас Гидра может выщелкнуть эту пробку. то есть смысл в том, что зерг будет ставить хату здесь. Это раз, безусловно. У него есть рабочие, у него все хорошо. В отличие от Протаса, у него как раз есть рабочие, потому что Протас застроился наглухо, и он не смог выйти. Где, где, где пробка? Вот она пробка. У Протаса, да, нет, Протасу нужно сейчас убить зерга, и идти еще атаковать дальше. А у него аутов нет. Ну, потому что у него нет рабов, и у него отрицательный лимит. Ой, сейчас пробку можно съесть брудлингами. Ее и так в прошлый раз покоцали. Пробка грамотный танк такой, просто ничего не боится. Так, тут пошел Нексус, который, кстати, спалили, и бегут сюда псы. Никаких подварпов, ничего не будет. Так, что нужно сделать в такой ситуации? В лоб вряд ли убьешь, а нужно убивать, потому что у него рабочих дофига. А ты пока пилоны отстроишь, то есть сюда нужно посылать народ. Да, нужно идти, волон. Да не, нормально. По лимиту, у Тоса по боевому лимиту, его столько же. И стоит сказать, что у него есть сентри с полной маной относительно. То есть собаки при правильной позиции будут отключены, а гидра при правильной теме, ну, если с гуадным щелдом не завтыкает, будут немножко... Ой, зря провоцируешь. Ой, хорошие форсфилды и собаки отдаются. Нельзя терять здесь никакой вообще лимит, а собаки потерялись. Уже минус 10 лимитов. Еще! Ой, как он собак зажимает. Гуарен щелд, отлично. Сейпло додавливает и нас ждет финал пвп, безусловно. Тут псы жрут, но они успеют доесть. Гидры мало. Еще одни форсфилды последние. Рабочие минусуются, гидры мало. Шаг-выстрел, шаг-выстрел на всякий случай исполняет цепло, но его значительно больше. И он убивает последних 5 гидролисков. Возможно, зергу надо было поставить плеток, но кажется, у него не было времени, то есть хата не достроилась. Собаки пытаются доесть Нексус, но... Стоп, а может у зерга где-нибудь газ есть? Нет, у зерга ни черта нет. У нее есть туверлорда, собаки, поэтому это последняя хата. Все. Это ГГ. Нет! ГАЗ! ГАЗ! Еще не все потеряно! Собаки грызут! Зилов пошел в атаку! Смотрите, собачки 6 собак! Против Зилов ты без грейдов, ему можно расконтролить вообще по красоте. А, там два сталкера. Беда! Хрен расконтролишь. Да, провал. Это провал. Пилоны, которые нечем съедать. Еще один пилон. Ну, да, лучше бы, конечно, он этих собак отправил куда-нибудь в засаду и на халяву попытался бы протаса просто убить. Потому что собаки и так бездарно отдались на форсфилдах. И было понятно, что они бездарно отадутся еще в тот самый момент, когда протас выносил зергу армию с энтрями. Ох ты, хата! Ё-моё! Так, собаки грызут. Ой-ё-ё-ёй-ёй! Да нет! Не-не, ну зергу шансов, конечно, практически нет, но он стойко сражается. Нужно оставить по два сталкера возле каждого пилона, а оставшимися войсками искать хату. Да, вот так, по два сталкера. Ну то есть, это крит масса сталкеров, которые справляются без потерь с четырьмя собаками. То есть, четыре собаки одного сталкера могут съесть. Ну, если поконтролить. Так, минус газ. Но у нас-то есть еще хата. Правда, ресурсов на рабочего нет, но хата есть. И собаки сейчас пробуют ворваться и сгрызть, но нет! Здесь сталкеры надо писать ГГ и выходить. Экзотичные, конечно, игры. очень экзотичные. Один пушит с гейто, другой делает там Нидус. Очень агрессивно играет. Ну, оригинально, по крайней мере. Ну что ж, а нас ждет финал. Финал Фраер против Сейплои. Несмотря на то, что это ПВП, это все-таки финал за 500 евро. Очень важный матч. Пожелаем Фраеру удачи. Сейчас они будут карты черкать. Адвер говорит, что они все еще играют. сегодня очень оригинальные игры. Прямо как начали с игр Фраера против зерга корейского. Баттонс. Так, 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 так. Да, и Фраера заходит в батлнет. Ну что ж, в финале у нас матч идет до трех побед. Поэтому нас ждет много ПВП. Видел я сегодня ПВП от Сейпло. Он выиграл 2-0 противника. Но я очень был обескуражен его мирором. видимо, он был построен на обдуривании противника настолько жестком, что логическую линию в игре было рассмотреть очень сложно. Вот. Но я думаю, что сейчас они, во-первых, серия побольше. Они притрутся, по крайней мере, сразу после первой игры друг к дружке. Какой канал, кстати, нам нужно пригласить? Добавили.